Олеся всегда мечтала о великой и чистой любви. Она была тихой и скромной, с добрым сердцем, которое всегда стремилось к настоящему счастью. Когда-то давно в школе она влюбилась в одноклассника по имени Артём. Они проводили вместе много времени, обсуждали книги, гуляли после уроков и даже мечтали о будущем вместе. Олеся часто вспоминает это всё особенно в последнее время. Но тогда, после окончания школы, их пути разошлись. Олеся уехала учиться в другой город, а Артём вместе с семьёй переехал поближе к морю. Там уже были совсем старенькие бабушка с дедушкой, и родители решили, что оставлять их одних нельзя. Тем более, рядом был крупный город с большим выбором учебных учреждений. Они потеряли друг друга из виду. Олеся начала новую жизнь, встречая новых людей. Но она никогда не забывала свою первую и настоящую любовь. Может, именно поэтому, учась в институте, ни с кем не встречалась. А может, ещё потому, что очень хотела выбиться в люди и старательно училась. Спустя несколько лет, когда Олеся уже работала в известной компании... Олеська, а ты видела, как на тебя Антон смотрит? Говорила подруга за чашечкой кофе, куда они зашли в обеденный перерыв. — Видела, но что-то меня в нём смущает. — Да ладно, нормальный он, присмотрись, а то на него уже многие заглядываются. Смотри, не упусти. Антон был обаятельным, уверенным в себе и казался идеальным мужчиной. Вот эта идеальность немного отпугивала. Но Олеся всё же согласилась пойти с ним на свидание. Он оказался очень интересным собеседником. И в первый же вечер они проговорили, сидя в парке почти до полуночи. Потом были походы в кино, цветы. Всё, что так нравится девушкам. Вот только иногда её смущали некоторые его фразы. — Радуйся, Олеся, что я на тебя посмотрел, а то так и была бы одна. Или... — Конечно, не тебя повысили, ведь по уму не дотягиваешь. Но не переживай, ты мне и такая нравишься. Вскоре Антон сделал ей предложение. Олеся была счастлива. Она верила, что нашла своего принца, свою вторую половину. Свадьбу сыграли самую простую, без особого шика. Но тем не менее все остались довольны. — Видишь, как хорошо, что мы не потратили кучу денег на всякую ерунду, — говорил Антон, обнимая жену. — И без декора твоего обошлись, и всяких модных салатов. Конечно, обошлись, вздыхала про себя Олеся. Только вот на фото, голые столы и облезлые стулья. Но хоть было весело и все сыты. После свадьбы что-то начало меняться в их отношениях. Это происходило не сразу, а постепенно, каждый раз что-то новое. Сначала Антон стал контролировать каждый шаг Олеси. Он теперь работал в другой фирме и не мог смотреть за женой. Но поставил ей на телефон программу, и когда она после работы отклонялась от маршрута, тут же звонил. — Куда ты пошла? Гуляешь? А кто будет ужин готовить? — Антон, но ты сам просил приготовить мясо по-французски. Я просила тебя зайти в магазин, но ты отказался. Вот я сама покупаю сыр. — А почему не в магазине у дома? — Потому что там не сыр, а непонятно что продают. А здесь все качественное. — И дорогое небось. — Нет. Олеся замечала, как Антон становится прижимистым и решила соврать, что взяла по акции. Но дома он посмотрел выписку с ее карты. — Олесь, ты совсем? Такие деньги тратить! Зато вкусно. — Чтобы больше такого не было, поняла. И вообще, я забираю у тебя карточку и буду выдавать тебе наличные на расходы. Олеся пребывала в состоянии шока. Да уж, надо было самой снять наличные и расплачиваться. Но решила, что это временное, и муж скоро успокоится. К этому времени у нее практически не осталось подруг. Ведь он запрещал ей общаться с ними, объясняя тем, что те не замужем и научат плохому. А вскоре и сами подруги перестали звонить, ведь им не нравилось, что Антон слушал их разговоры и вставлял свои пять копеек. А на работе Олесе разговаривать было некогда. Критиковать внешность жены Антон тоже стал с завидным постоянством, хотя и сам поправился на домашней еде. Но жене говорил, да кому ты нужна, жирная корова, когда последний раз в зеркало смотрела? Ее жизнь стала похожей на тюрьму, из которой ей казалось невозможно выбраться. Она почувствовала себя запертой в собственной судьбе. Олеся переживала, страдала, но боялась подняться против Антона. Она боялась, что он сделает ей еще больнее, если она уйдет. Она сомневалась в себе, считая, что не заслуживает чего-то большего. Все это методично он вложил в ее голову. Иногда, засыпая, она мечтала, что где-то там, в мире, есть кто-то, кто сможет ей помочь. А потом отбрасывала эти мысли. Кому она нужна? Правильно Антон говорит. Она ведь даже маме своей не нужна. Та продала квартиру и уехала с сожителем строить свою жизнь. Звонит только по праздникам и все. И вот однажды, когда Олесе казалось, что ее жизнь превратилась в страшный кошмар, судьба принесла встречу с ее одноклассником Артемом. Они случайно встретились в парке. И сердце Олеси замерло от удивления и радости. Они сразу начали разговаривать, словно не прошло и дня с тех пор, как они виделись в последний раз. Артем, глядя на нее, сразу понял, что что-то не то в жизни Олеси. Хоть она и старалась улыбаться, но горечь в глазах было не скрыть. Давай, выкладывай на чистоту, что у тебя происходит. Может, в кафе? Мне нельзя отклоняться от маршрута. Не понял. Муж смотрит, как я иду домой. Если задержусь, будет скандал. Сказала Олеся и опустила глаза. Тогда точно рассказывай, и пойдем вместе по твоему маршруту. За это время Олеся рассказала ему о своей несчастной судьбе, об испытываемом страдании и беспомощности. Артем выслушал ее, внимательно слушая каждое слово. Затем он взял ее за руку и сказал, что никогда не переставал думать о ней и что он хочет помочь ей. Встречи с Артемом стали для Олеси светлой точкой в ее серой и тяжелой жизни. Они общались, гуляли, и каждая минута в его обществе наполняла ее сердце внутренним теплом. А однажды, когда муж улетел в командировку и был в это время в самолете, Олеся оставила телефон дома и сходила в кафе с Артемом. Между ними ничего не было, кроме дружбы. Но в этот раз она ощутила небывалую легкость, как будто начала скидывать с себя оковы. Постепенно Олеся начала восстанавливать потерянную самооценку, понимая, что действительно заслуживает любви и уважения. «Олесь, разводись, ты сама прекрасно зарабатываешь. Тебя ценят как специалиста. Ты вообще можешь найти работу в любом городе», — говорил Артем. «Знаешь, я только сейчас стала это понимать. Ведь всегда считала себя чуть ли не нахлебницей, и что в другом месте меня никто не ждет. А ведь действительно, я многое могу сама. Вот теперь ты меня радуешь. Я здесь буду еще неделю. Потом мне надо будет улетать домой. Полетели вместе». «А ты не боишься, что он нас найдет?» «Нет, такие могут силу только перед женами показывать. Уж поверь мне». После этого вечера Олеся нашла в себе силы сказать «стоп» своему тираническому мужу. Она ушла от него, несмотря на все его угрозы и попытки удержать ее. Как же он кричал, обещал найти, испортить жизнь, карьеру. Говорил, что она жирная, никому не нужная корова. Но Олесе было все равно. Но даже в зеркале она видела отражение вполне симпатичной, а главное, уверенной в себе девушки. Она поняла, что никакой человек не обязан терпеть насилие и унижение, даже если это человек, которого ты любишь. Артем сидел внизу в машине. Олеся сказала, что хочет все сделать сама, и если муж далеко зайдет, то тогда позвонит. Но Антон ничего не мог сделать. Он умел только угрожать. Она рассчиталась на работе, отрабатывать не пришлось, так как у нее был неотгуленный отпуск. Артем был рядом с ней в этот трудный период. Он поддерживал ее, помогал преодолевать трудности и верил в нее. Олеся поняла, что он был той самой светлой точкой в ее жизни, которую она так долго искала. Она вспомнила, как они вместе мечтали о будущем в школе, и поняла, что она всегда любила его. И теперь, когда она стояла на пороге новой жизни, понимала, что хочет прожить эту жизнь рядом с ним. Они начали встречаться. Олеся и Артем поняли, что их чувства к друг другу не угасли за все годы разлуки. Их любовь стала крепче, чем когда-либо. Ведь тогда это была юношеская любовь, а сейчас совсем другое чувство. Они вместе преодолели все трудности. В их семье было уважение и доверие. Глядя на эту пару, все улыбались. А круг общения у Олеси стал гораздо больше. Артем познакомил ее со своими друзьями, и теперь в выходные она не скучала, сидя дома, и занималась только домашними делами. Со свекрами отношения тоже сложились хорошие. Они были рады, узнав, что Артем возвращается в город с Олесей. А Олеся с радостью им помогала на их участке. Потом там же на участке бегали их с Артемом близнецы, в которых души не чаяли бабушка с дедушкой, а также прабабушка. Олеся поняла, что ее история – это история о том, что любовь настоящая, нежная и подлинная, способна исцелять даже самые глубокие раны. Ее жизнь с Артемом стала для нее светлой и счастливой. Они поняли, что вместе они сильнее. Их любовь стала стержнем, на котором они построили свою новую жизнь. И теперь, каждый раз взглянув в его глаза, она чувствовала, что все, что произошло в ее жизни, стоило этого момента. Они были вместе, и ничто и никто не мог им помешать. А Антон, он нашел другую, которую можно управлять. Надолго ли – неизвестно, но будем надеяться, что нет. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.